Думаю, что уже все осведомлены о том, что получить медицинскую помощь без страхового медицинского полиса со следующего года будет невозможно. За некоторые категории граждан взносы будет вносить государство, например, за наших детей. А вот нам, родителям, придется это делать самостоятельно. Сейчас проводится большая подготовительная работа, и очень важно, чтобы каждый человек знал и подтвердил свой социальный статус. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Данная тема, конечно, не связана напрямую с детством, но и родителям тоже требуется нередко медицинская помощь. Ведь если здоровы родители, то здоровы и наши дети. Как будет работать обязательное социальное медицинское страхование в стране, мы расскажем в нашей рубрике «Недетские вопросы». С 1 января 2018 года любые медицинские услуги населению будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования. Такой подход обеспечит солидарную ответственность государства, работодателей и граждан за свое здоровье, а также повысит качество и доступность медицинских услуг. Уже создан фонд, и летом этого года туда начнут поступать первые отчисления. С 1 июля этого года, 2017 года, в размере 1% от дохода работника, и с 1 января 2018 года в размере 1,5% от дохода работника. Индивидуальные предприниматели, ИП, крестьянские хозяйства, частные адвокаты и частные нотариусы тоже должны делать ежемесячные взносы в фонд медицинского обязательного страхования. Они делают ежемесячный взнос в размере 5% от двукратного размера минимальной заработной платы. Эта сумма будет составлять 2446 тенге в месяц. Ставка взносов работников составит 2% от дохода. При этом их отчисление начнется с 2019 года 1% и с 2020 2%. Но есть категории граждан, за которые взносы будет делать государство. Пока их 15, но сейчас Министерством здравоохранения они пересматриваются, и, вероятнее всего, их станет больше. К этим 15 категориям относятся это дети, студенты очного отделения, воспитанники интернатов, неработающие, беременные, многодетные матери, награжденные медалями Кумасалка, Алтаналка, затем родители, которые находятся по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Также к этим 15 категориям относятся это пенсионеры, инвалиды, официально зарегистрированные безработные, участники инвалиды Великой Отечественной войны, все военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники специальных госорганов. В рамках обязательного медицинского страхования население будет иметь право условно на три пакета медицинских услуг. В экстренной помощи, конечно, никому отказано не будет. Но вот если заболел и пошел на прием к врачу без страхового полиса, придется за прием заплатить по проискуранту. На бесплатный прием в поликлинике, как сейчас, рассчитывать не придется. Первый пакет базовый входит в услуги скорой помощи, санавиация, лечение социально значимых заболеваний, к которым относятся это онкология, туберкулез, ВИЧ, СПИД, сахарный диабет. Также в первый пакет базовый входит прививки, то есть это вакцинация как детского населения, так и взрослого населения. Второй пакет медицинских услуг входит амбулаторное лечение, стационарное лечение, лечение в дневных стационарах, как в поликлиниках, так и в стационарах. Теперь во второй пакет входит это высокоспециализированное лечение, восстановительное лечение, реабилитация и полиативная помощь, естественский уход. И третий пакет медицинских услуг будут, это добровольно, это лица, которые будут делать добровольную страховку с частными страховыми компаниями. Для того, чтобы с начала следующего года не возникло проблем при обращении к врачу и вам не выставили счет на оплату, нужно уже сейчас проверить свой статус. Эту компанию объявили в начале апреля. Что это такое? На сайте электронного правительства есть полная база данных всех граждан, где при вводе определенных данных высвечивается ваш статус. Работающий ли вы человек, безработный, мама в декретном отпуске или самозанятый? На эти данные и будет операция медицинская организация. Если вы не входите в категорию граждан, за которые взносы делает государство, официально нетрудоустроенный, но и на бирже труда не состоите, то на бесплатный прием не рассчитывайте. Для того, чтобы просмотреть свой социальный статус, пациент может обратиться в регистратуру поликлиники или позвонить. У каждого регистратора открыто электронное правительство ЕГО, туда вводятся данные, появляется результат. Вам нужно бить только свой ИИН и появится ваш социальный статус. Отправляется запрос и через минуту, можно сказать, появляется ваш социальный статус. То есть вы можете посмотреть, вы работающий, не работающий, или вы госслужащий, или вы имеете статус пенсионера, домохозяйки, безработный и так далее. Для того, чтобы с 1 января 2018 года вы могли без проблем обслужиться в своей поликлинике. Поэтому вам очень нужно знать, заранее узнать свой статус. Если вы вдруг, вы допустим ИП, но вы не имеете регистрации еще как ИП, вы должны пойти в СОН, зарегистрироваться, и уже с 1 июля 2017 года вы будете отчислять страховой взнос. Отдельно хотелось бы обратить внимание на категорию неактивного населения, особенно мамочек, которые задерживаются в декретном отпуске по истечению 3 лет. В марте министерствам были внесены дополнения. Их сейчас рассматривают в Мажелисе, где предлагается, что неактивные жители республики будут платить за себя сами. Женщина сидит с ребенком. До 3 лет за нее платит государство. Сейчас вносятся изменения, что при уходе за детьми до 18 лет за нее тоже будет платить государство. Ребенку уже 4 года. В садик она его не водит, но сидит дома. Вроде как считается домохозяйкой по уходу за ребенком. Она считается неактивное население. Она должна будет внести за себя 5% от одной минимальной зарплаты. Компания по проверке своего социального статуса продлится до июня. В эти же сроки можно прикрепиться в поликлинике. Кстати, как отмечают медики, хорошо, когда все члены семьи лечатся у одного доктора. Они разбросаны по разным поликлиникам. Редактор субтитров А.Семкин